Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор об очередном туре российского чемпионата и сосредоточимся на заключительном матче. Московская «Динамо» принимала грозненский «Ахмат». Вот так вот забавно получилось, что вскоре после позорного вылета из Лиги Европы, «Динамовцы» вновь встречаются с кавказской командой. И, кстати говоря, в составе «Ахмата» стартовым могло появиться сразу два грузина – Шелия и Мелкадзе. Они, да, российские граждане, но у них есть грузинское происхождение. И это было бы очень неприятным таким, знаете, вьетнамским флэшбэком для московских «Динамовцев». Впрочем, эти матчи тоже получились похожими в плане своей стилистики. «Динамо» много владел мячом, наступал, пытался воспользоваться своим преимуществом в проценте контроля. Ну а кавказская команда очень плотно и достаточно неплохо оборонялась. И в результате матч затянулся здесь, и хотелось бы отметить, что это очередное очень неприятное испытание для белоголубых. Давайте разберемся, как здесь действовали москвичи, как отвечали грозненцы и каковы итоги этой встречи. Хочу напомнить вам, что специально для вас был создан телеграм-канал PegasBet, в котором публикуются бесплатные прогнозы на спорт, которые помогут вам заработать. Все открыто и честно. А самое главное по статистике, проходимость прогнозов более 90%, что гарантирует вам постоянную прибыль. Так что, не теряя ни минуты, заходите на телеграм-канал по ссылке в описании и начинайте зарабатывать. Ну и начинаем мы со стартовых составов, потому что в последнее время и у Ахмата, и у Динамо есть определенные проблемы с результатами. И здесь было интересно посмотреть на то, какие организационные выводы сделают главные тренера той и другой команды. Ну и начинаем с Новикова и с его московского Динамо. Как он поменял состав после фиаско в Еврокубках. В воротах Шунин, в центре обороны Ордец Евгеньев, слева Скопинцев, а вот справа появился Слепов. Игрок, воспитанник Динамо, молодой парнишка, ну по меркам защитника, во всяком случае молодой, который в этом сезоне практически не играл, провел несколько минут, выйдя со скамейки запасных, не более того. Вот это был для него своеобразный шанс. В опорной зоне вместо Кабаре появился Моро, хорватский новенький футболист, который должен сейчас доказывать свою профпригодность. Тем более Кабаре, прям, скажем, разочаровал в матче с Локомотивом. Один из забитых мячей был как раз реализован Локомотивом из Тбилиси во многом из-за ошибки Кабаре, который не добрался в центре поля и позволил сопернику выйти на оперативный простор. Ну и рядом с ним появился Фомин, которого в комментариях к моим видео очень часто критикуют болельщики Динамо, но Новиков продолжает ставить его в обойме. Ну и атака серьезно поменялась. Здесь после матча с Локомотивом остался Шиманский и Нже, а вот вместо игроков центральной оси, скажем так, Камличенко и Филиппа, здесь мы увидели молодых и, можно сказать, скоростных российских футболистов Лисового и Горулева. Таким образом, команда фактически отказалась от центрального форварда, зато выпустила большую атакующую группу с мобильными и подвижными россиянами. Что касается Ахмата, они в последнее время тоже много всего проигрывают и в результате здесь произошли тоже определенные перестановки. Во-первых, упоминался Галкепер. Шелли остался на скамейке запасных, с первых минут вышел Гудиев. Оборона, опять же, серьезная корректировка в центре защиты, вместо Пуцко появляется Анхель, но зато на флангах привычные нам Нинахов и Богосавац. В опорной зоне команда перешла со схемы в два опорника на троих центральных полузащитников, ну, скажем так, оборонительного плана. Тимофеев, Швец плюс Исмаил. Понятное дело, бразилиц больше подключался к атакам, уже в первом тайме имел шанс забить, но все равно мы помним, что он может работать в опорной зоне. Ну и атакующая группа Береша, Быстров и здесь же Ильин. Таким образом, в отличие от предыдущего матча чемпионата России против Сочи, здесь Ахмат вышел с одним форвардом, Ильином, Понце остался на скамейке запасных, но зато с тремя центральными хавбеками оборонительного плана. То есть был ярко выраженный акцент в сторону прагматизма и оборонительной игры. И как результат, это, конечно, стало серьезным испытанием для Динамо. В первом тайме, например, мы видим процент владения 60 на 40, но при этом ударов больше наносит именно кавказская команда Ахмат. Ну и, кстати, попадание в створ 2-1 в первом тайме в пользу Грознецов. То есть, казалось бы, матч Лиги Европы закончился, но по сути своей продолжается примерно то же самое, что мы видели против Локомотива. Динамо много владеет мячом, но не знает, как вскрыть оборону соперника. Тем более, что в этих условиях состав, вышедший у Динамо, он оказался, ну, просто неподходящим вариантом. Вот сами посудите. Когда противник играет от обороны, атакующие футболисты не могут разогнаться. Когда противник запирается у себя в штрафной, атакующие игроки твоей команды не могут, как следует, набрать темп. Они не могут выйти на оперативный простор. И в результате, в подобной стилистике, скоростные футболисты просто теряют свою ликвидность, теряют свою эффективность. Сами посудите. В четверке футболистов атаки Динамо нету ни одного по-настоящему мощного парня, который мог бы прорвать оборону соперника за счет физики. Ну, как тот же самый Камличенко. Зато есть четыре бегунка, уж простите меня за это выражение. Шиманский, Лесовой, Крулев, Нже. Они все хороши на темпе, на динамике. Они хороши, когда у них есть пространство. А здесь соперник закрылся, лишил Динамо скорости и все. На этом фактически Динамовская игра заглохла. А вот Ахмат в своих контрвыпадах был очень хороший. Вот два этих попадания в створ, они стали испытанием для Шунина. Удар Ильина, удар того же самого Исмаэла. Здесь Шунину пришлось показать себя во всей красе. В общем, Динамо, конечно, озадачил первым таймом, и здесь было о чем призадуматься. И уж точно нужно было перестраивать и менять векторы в атакующей игре. Потому что вот эта четверка, скоростная, мобильная, она была бы великолепна, если бы Динамо играл на контрвыпадах. Но здесь Белоголубых буквально вынуждали действовать в позиционной атаке. Динамо получил мяч, Ахмат отдал снаряд своему сопернику. Но этот размен был как раз-таки в пользу грозенцев. Потому что они могли спокойно в позиционной обороне сдерживать этих скоростных ребят и лишать их главного преимущества. Преимущество маневра. При этом хотелось бы отметить, что меня удивило. После достаточно удачного первого тайма именно Ахмат раньше начал вводить свежих футболистов. Вместо Быстрова и Ильина появился Харин и появился Понце. То есть команда не поменяла смысл своей схемы. По-прежнему один форвард впереди и два крайних. Но при этом коллектив, получается, перешел в еще более оборонительную фазу. Потому что Быстров это все-таки игрок уже атакующий, вингер, все понятно. А вот Харин это интересный футболист, который отличается высоким уровнем универсализма. Который может при необходимости сыграть хоть крайнего защитника, хоть центрального футболиста обороны. Поэтому здесь по ситуации Ахмат мог вообще перестраиваться в четырех оборонительных центральных хавбеков. Что, конечно, становилось еще более серьезным испытанием для динамовской креативной группы. Бело-голубым было очень тяжело. Ну и что характерно, сразу после вот этого оборонительного размена в составе Ахмата, у Динамо появляется шикарная возможность забить. Лесовой сотрясает перекладину. И это, конечно, очень серьезный звоночек. Ну и в принципе, хотелось бы отметить, что динамовцы во втором тайме заметно прибавили в активности и в скорости. И здесь я бы даже скорее упомянул то, что Ахмат, на мой взгляд, просел в плане физики. Все-таки в первом тайме они очень много потратили на то, чтобы прессинговать, на то, чтобы сдерживать соперника. И на вторую половину встречи, возможно, им немножко не хватило вот именно внутреннего ресурса. Поэтому, если смотреть отрезок матча 46 по 80 минуту, здесь по ударам было уже 9-1 в пользу Динамо. В первой части, так скажем, второго тайма. При том, что владение по-прежнему 60 на 40, то есть контроль тот же самый, что и раньше. Но теперь Динамо лучше пользуется вот этим владением, лучше использует снаряд и создает опасные моменты. Ну и почему я говорю про 80-ю минуту? Ну потому что именно на ней Богославец получает вторую желтую и удаляется. Вообще, конечно, здесь югославский защитник дал маху, получил два горчичника за 4 минуты. И оставил команду в меньшинстве, что, возможно, и принесло в итоге Динамо успех. Потому что, сами посудите, в той ситуации, когда Ахмат и так начал проседать в плане физики. Остаться в десятером, но это почти катастрофа. Тем более, что вот такой получился неудачный эпизод. Ахмат, получается, сразу перед тем, как остаться в меньшинстве, выпустил еще и более атакующего центрального хавбека Иванова вместо Исмаэла. То есть, фактически, команда несколько ослабила свою опорную зону. И тут динамовцы получили нужные варианты для развития своего наступления. Динамовцы получили больше шансов впереди. И тут, собственно говоря, появились свежие футболисты, появился Слай. Команда перешла на более силовой маневр, на более силовой вариант футбола. И в результате смогла додавить соперника. Ну и что характерно, забитый мяч единственный на счету центрального защитника Ордец. Здесь смог буквально затолкать мяч в ворота. Там, кстати, многие считают, что вообще был автогол. Нужно разбираться в этом моменте. Но для Динамо это не так важно. Для них самое важное было победить в этом тяжелейшем матче. После провала в Лиге Европы. После того, как фанаты вывесли баннер. Спасибо вам за европейский сезон. Здесь, конечно, очень нужны были вот именно эти три очка. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока. Пока.